Традиционно 6 июня мы отмечаем день русского языка. Это просто, понимаете, это Пушкин. Вот тут ничего не скажешь больше. Это вот так и есть. Знаете, Пушкин это как музыка. Вот когда читаешь, ты как будто слышишь какую-то музыку. Это прекрасный слог, это прекрасные мысли. Раскрасили значки, сделали вертушки, сейчас нанесем аквагрим. Приятно, что здесь все доступно, что даже на коляске можно подъехать. Инклюзивный детский фестиваль, который вновь доказывает, невозможное возможно. Гренбол – это командный вид спорта, поэтому должна быть команда, командный дух. Какой позитив, какая энергия, какие счастливые дети. Это праздник ручного мяча с международным размахом. Здравствуйте, в эфире «Территория Тольятти». Программа о городе и людях, которые делают его лучше. Великий, могучий, правдивый и свободный. Традиционно 6 июня мы отмечаем день русского языка. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день родился великий русский классик Александр Пушкин. К 225-летию, со дня его рождения, драматический театр «Колесо» имени Глеба Дроздова представляет громкую премьеру. Я открою вам тайницу, которую всякий дорого бы дал. Я умею хранить тайны. Я знаю. Я дам вам три карты. Вы поставите на них и выиграете «Соник». Вы знаете, я вот Вадима Лосифовича «Танцыгера» знаю давно. Я с ним работала 18 лет назад в этом театре. Он приезжал ставить две постановки, в одной я играла главную роль. И я поэтому опять позвала его. Он сейчас в Москве работает. Потому что это очень тонкий режиссер. Стильный режиссер. Он выстраивает все очень точно по схеме, по рисунку. И также точно этот рисунок наполняет живыми чувствами. Во-первых, это Пушкин. Это гениальность, это космос. Это прекрасный слог. Это прекрасные мысли. Деньги вдруг захватывают все. Графиня. Она стала богата, но продала свою любовь, умение любить, быть любимой. Она одинока. Она несчастна. Она богата. Но она никому не нужна. И поэтому она становится озлобленной, вредной, противной, нелюбящей, одинокой. И об этом спектакле это важно сегодня. Карты – одна из неизбежных стихий. И после большего удовольствия выигрывать, нет большего удовольствия как проигрывать. Господа, господа, ну карты – это не по мне. Господа, Герман немец. Он расчет ли под ли все. Роль Германа, ну известная, естественно, большинство ассоциируется с этим произведением не сама пиковая дама, а почему-то Герман. Наш режиссер решил, Вадим Дансгер решил отойти от общих, принятых классических правил, делать Германа романтическим героем. Он решил его сделать, как у Пушкина в оригинале. Герман – подлец, алчный человек и все такое, что присуще нерусскому человеку. Потому что Пушкин высмеял именно это. И мы здесь это подчеркнули. Вот, поэтому здесь персонаж положительный только один – Лиза. Все, больше никого нет. Обычно спектакли строятся совершенно по другому принципу. А здесь же, например, у нас с самого начала репетиции, практически с застольного периода у нас уже была музыка. Музыка – это одна из главных составляющих, потому как она дает определенный настрой, определенный темп ритм, она задает правила игры. И поэтому мы начинали репетировать уже под музыку, и под конец мы ее не замечали, потому что она уже была одним целым с нами вместе. И в целом, да просто, понимаете, это Пушкин. Вот тут ничего не скажешь больше. Это вот так есть. Его не надо играть, он уже все написал. Он просто надо отдаться ему, и все. Режиссер у нас применил такой жанр, как хоррор. Ну, это больше кино, конечно, но и в театре, как оказалось, в принципе, вполне себе востребовано. В принципе, это, ну, такой чистой воды хороший, качественный ужастик только на нашу русскую классику. Театр «Колесо» представляет заключительную премьеру в этом театральном сезоне. Вот, на ваш взгляд, каким вообще получился этот сезон? Может быть, чем он запомнился, театр? Театр очень динамично в этом сезоне поработал. Мы много выпустили спектаклей. Конечно же, я вот хочу отметить вот наш спектакль «Пиковые дамы», который в рамках юбилея Александра Сергеевича Пушкина на нашей сцене завершает сезон. Это стильный, классный спектакль с техническим, хорошим оснащением. Благодарен национальному проекту «Культура». За счет этого мы приобрели звук, свет и можем уже более яркий, интересный, с использованием звука дополнительного света ставить спектакль. Знаете, Пушкин – это как музыка. Вот, когда читаешь, ты как будто слышишь какую-то музыку. Мы представляем сегодня из нашего фонда очень редкие книги. У нас есть сектор редких фондов. У нас есть самая ранняя книга. Это 1903 года, старое издание. Книги у нас есть 1937 года, 1936 года. Надо сказать, что это же продвижение книги и чтение. Это не просто вы посмотрели, но вы и взяли, прочитали. Или наоборот, вы взяли, прочитали и пришли, посмотрели, как это все. И очень интересны у нас книги наших краеведов, авторов. Ведь Пушкин был у нас в Ставропольском крае. И даже в селе Мусорка стоит памятный знак. Все это связано с нашим городом. То есть тут мы с вами сразу, вот у нас и театр, и книга, и краеведение. У Пушкина, как у Льва Толстого, можно найти ответы на все вопросы. И я преподаю в Самаре в телесудии «Товарищ». Вот этот сезон у меня прошел именно под знаком Пушкина. Хотя я и даже забыла, что в этом году 225 лет. Вот так получилось интуитивно. А кто может быть больше, величием, талантливее, чем Пушкина? Пока мы не знаем никого. В этот праздничный день мы вспоминаем выдающиеся пушкинские труды. Творчество классика открыло целую эру в русской литературе, подарив нам бессмертные произведения, которые по праву занимают отдельное прочное место в мировой культуре. Праздников много не бывает. В начале лета тольяттинцы отмечают не только День города, но и День защиты детей. Все начинается с мечты. Так называется инклюзивный детский фестиваль, который вновь доказывает – невозможное возможно. Настольные игры и мастер-классы, выступления творческих коллективов и дискотека от диджея Ник Чейз. А еще яркое солнце и отличное настроение. Первое июня для тольяттинских детей и их родителей выдалось по-настоящему жарким и щедрым на впечатление. Благодаря празднику от компании «Татнефть» и «Тольятти Каучук». Все здорово, дети очень довольны. Раскрасили значки, сделали вертушки. Сейчас нанесем аквагрим. Так что спасибо большое, все весело, все здорово. Местом проведения большого летнего праздника стала инклюзивная детская площадка на территории 26-й тольяттинской школы. Это уникальный проект, аналогов которому в городе нет. Тренажеры и интерактивные объекты, зоны воркаута, гольфа и пеших прогулок. Здесь отдыхают и занимаются спортом люди с разными возможностями здоровья, наравне со всеми. Удивлена, приятно, что здесь все доступно, что даже на коляске можно подъехать. На качель, на карусель. Для меня это вообще очень удивительно. Инклюзивный парк открылся прошлым летом при поддержке предприятия «Тольятти Каучук» на средства гранта компании «Татнефть». Забота о территории присутствия и жителях региона – один из ее приоритетов. Проект под названием «Невозможное возможно» получился финансирование городской администрации. Совместными усилиями все удалось. Компания «Тольятти Каучук» – «Татнефть» – социально ответственная компания. И поэтому все, что мы делаем, делаем для того, чтобы это приносило пользу людям как можно дольше по времени, чтобы они чувствовали себя комфортнее. Поэтому следим за площадкой и стараемся вместе с городом напитать ее активностями. На площадке создана доступная среда для разных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья. В 26-й школе учатся дети с особенностями развития, поэтому инклюзивный парк появился именно здесь. У нас есть четыре класса ТНР – это дети с тяжелым медразвитием речи, это дети у нас ДЦП, есть в детском саду две группы. Мы их впервые открывали в городе, в наше образовательное учреждение открывало. И поэтому я думаю, что выбор нашего учреждения для установки такой площадки было правильным. Уже несколько лет благодаря социальным инвестициям на территории Тольятти успешно реализуются проекты в сферах культуры, образования, здравоохранения и спорта. В этом году предприятие по выпуску «Каучука», входящее в группу «Татнефть», вновь стало победителем городского конкурса «Благотворитель года». Объединить в игре и спорте детей с разными возможностями здоровья, сделать так, чтобы они росли и развивались вместе со всеми. Яркий фестиваль в первый день лета подарил праздник каждому ребенку. Все начинается с мечты. Тольятти славен своими спортивными традициями. Ежегодно в начале летних каникул в Автограде проходит детский фестиваль гандбола. 176 команд из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Это праздник ручного мяча с международным размахом. Мы одна сильная команда. Мы всегда вместе. И мы знаем друг друга очень хорошо. И мы можем доверять друг другу. И за это мы побеждаем. Насколько сильные соперники здесь были? Как оцениваешь их уровень? Ну, тут прям сильные соперники есть, достойные, которые могут поиграть, дают опыт. Знакомимся, дружим с ними. Какие у вас впечатления от детского фестиваля гандбола в Тольятти? Я думаю, что фестиваль – это в первую очередь праздник для детей. Тренеры сюда тоже ездят с удовольствием. Спортивный азарт. Какой опыт приобретают участники этого фестиваля? Что дает он им в спортивном плане? Я думаю, что здесь битва с хорошими командами, очень много игр. И в целом дети набирают опыт не только с российскими командами, но еще и с командами из зарубежья. Это Казахстан, Узбекистан, Беларусь. Как стать лучшим в гандболе? Какие качества для этого нужны? Ну, конечно, гандбол – это командный вид спорта. Поэтому должна быть команда, командный дух. Ну, надо хорошо стараться, тренироваться. Должно быть желание. Какие впечатления оставил детский фестиваль гандбола? Очень хороший, нам всем понравилось. Хороший турнир. Надеялись попасть в тройку, но не получилось. Четвертое место. Не случайно детский фестиваль гандбола проходит именно в Тольятти. Чем славится наша гандбольная школа? Ну, конечно, наша школа славится воспитанниками. Уже скоро будет 25 лет нашей школе, кстати, в декабре этого года. Много чемпионов мира, олимпийские чемпионы. И даже сейчас в командах Суперлиги не только девочек, но и мужских команд Суперлиги играет очень и очень много наших воспитанников. Воспитанники наши на протяжении нескольких уже десятилетий, которые играют в разные клубы по всей России. И, вы знаете, это уже получается по счету 22-й фестиваль. Каждый год, когда ты видишь огромное количество детей, огромное количество команд, и ты видишь, какой позитив, какая энергия, какие счастливые дети. Мы все, в принципе, все делаем это ради детей. Поэтому это, да, большой праздник. Детский фестиваль гандбола, какие впечатления оставил? Он оставил очень замечательные впечатления. Было очень много команд, людей, знакомств. Мы получили огромный игровой опыт. В каких-то местах было нам сложно, конечно, играть, но все-таки свои игры мы выиграли. Как оцениваете детский фестиваль гандбола в Тольятти? Вы знаете, тяжело поставить оценку. Если даже меряем по десятибальной системе, я поставил 15. Я считаю, что на этом турнире есть победители и призеры. Но могу сказать, что 100% проигравших нет. Потому что это круто, когда собирается столько детей, они дружат, общаются, потом становятся друзьями. И я уверен, что в скором будущем кого-то мы увидим в наших сборных. Юношных, молодежных, национальных. В течение недели юные повелители ручного мяча из пяти государств вели упорную спортивную борьбу. Лучшие в каждой возрастной группе получили награды. 22-й детский фестиваль гандбола завершился. На сегодня это все. Если у вас тоже есть интересные темы для сюжетов программы, звоните по телефону редакции или пишите нам в группу ВКонтакте. Увидимся через неделю на территории Тольятти. Продолжение следует...